В Хибинах по-настоящему удивительная природа. Помимо гор, здесь можно съездить на небольшой пляж, находящийся между озерами Щучья и Гольцовая. Дорога туда немного сложнее, чем от Кировска до Куэльпора, из-за еще большего количества булыжников на пути и в целом тяжелых участков. Но оно того точно стоит. Озеро Щучья расположено у подножья горы Партум-Порн. Ловить рыбу мы не стали, но ребята попытались искупаться. Озеро оказалось им по пояс. Понырять, так сказать, не получилось, но насладиться красотой вокруг более чем. После купаний мы пошли посмотреть на озеро Гольцовое. Пройдя через небольшой болотистый участок леса, перед нами открылся потрясающий вид. Гольцовое по одной из версий получило свое название из-за большого количества арктического гольца. Это такой вид рыбы, семейства лососевых. Любители и профессионалы рыбалки могут попытать здесь свое счастье и попытаться поймать его. На машине сюда проехать уже сложнее. Нужно преодолевать достаточно глубокий брод. Тем не менее, на наших глазах его преодолели пару машин. Это озеро явно глубже и больше прошлого. Но купаться мы здесь не стали, так как уже потихоньку вечерело и становилось прохладно. Поэтому мы двинули обратно, в сторону стоянки. На вечер этого дня мы заранее забронировали баню, уже наученную опытом прошлого дня. В ней можно отлично отмокнуть и отойти от тяжелых приключений. Ну и, конечно же, просто помыться. Прямо рядом с баней есть деревянный спуск к реке Кунияк, куда можно окунуться, предварительно разогревшись в бане. Как по мне, это отличное завершение этого дня. Вернувшись на стоянку и посидев еще немного у костра, мы потихоньку стали расходиться на ночлег. Заканчивается наше путешествие по Хибинам. Мы сходили на кольцо Рещеров, съездили на озера сегодня. Горные пешие походы – это явно не мое. Но, в принципе, понять людей, которым это нравится, в принципе, можно. Тут надо быть чокнутой, чтобы пойти. Ты что? Ты идешь, там камни сыпятся. Вероятность, что тебя завалят, постоянно увеличивается. Сейчас можно каски с собой взять. Пока что из походов мне все-таки нравятся горы. Именно горные походы. Во-первых, очень интересно полоскает мозги. Ты абстрагируешься от городской жизни. Ну и, конечно, виды и та природа, куда ты погружаешься – это очень здорово. Было интересно. Красивые виды. Уникальный ландшафт. Но мне не понравилось прям вот совсем. Ну, я бы сказал, два из пяти, и то два за то, что людей не так много было. Что-то как-то оказалось, что чуть сложнее все это оказалось, чем я думал. Причем было неожиданно тяжело. То есть, изначально ты позиционировалась как прогулка. Камни начинают у тебя утекать под ногами. Мне больше понравились именно экстремальные прохождения. Что мы выяснили из этого прекрасного похода в первый день? Что люди делятся на три типа. Те, которые нравятся смотреть на горы снизу вверх. Те, которые нравятся смотреть на горы сверху вниз. И ленивые жопы. Мне очень приятно, что кто-то разделил мои впечатления. Вот Вадим, например. Костян. Вот. Тут трое против двоих. Считаем, что успешное восхождение. Успешное. Тоже впечатлили. Озера очень красивые. Озера прям впечатляют. Особенно место, где река в озеро впадает. Там голубая красивая вода. На самом деле, не обязательно сильно напрягаться, условно говоря. Имея кроссовер какой-то там или джип. Машину с повышенной проходимостью, скажем так. Можно наслаждаться горами и горными ландшафтами, горной природой, озерами. Не прикладывая каких-либо серьезных усилий. Утром, покидая эти места, мы еще раз насладились видами гор из машины. Выехав из Хибин, мы отправились в село Териберка. С дороги, как всегда, открывались завораживающие пейзажи местных красот. Зеленые просторы тундры. Огромные ветряки. Волуны. В какой-то момент асфальтированная дорога заканчивается. И начинается грунтовка. Думаю, в скором времени до села проложат асфальтированную дорогу. Зимой, кстати, бывает такое, что дорогу полностью заметает. И она перестает функционировать. В эти периоды единственным транспортом здесь остаются снегоходы. В день приезда мы решили остановиться в палатках, проехав подальше от села. До так называемого конца всех дорог. На самом деле, дорога там продолжается, но под очень крутым уклоном вверх. Разок попробовав туда заехать, мы обратно спустились вниз. И разбили лагерь рядом с недостроенным мостом с красивым видом на Баренцево море. И простирающимся где-то вдалеке с северным ледовитым океаном. Погода была достаточно теплая для этих мест и безветренная. Приготовив еду, отдохнув после дальнего пути, мы вспомнили людей, которых видели по дороге сюда. Ставящих палатки подальше от берега, за недостроенными мостами. По сути, загораживающих. Им такой чудесный вид. Странные какие-то, подумали мы. Поужинав, мы пошли спать. Наутро, проснувшись под сильный ветер с мелким дождем, мы попытались приготовить завтрак. Не вышло. Газ просто не разогревал еду. Тут же мы вспомнили странных людей за мостом и все поняли. Нам, видимо, просто действительно очень повезло оказаться здесь в такой штиль. В итоге, ребята взяли сковородку и пошли готовить яичницу за укрытие, находящееся недалеко от стоянки. Позавтракав, мы поехали к селу, чтобы купить шапки. Подумав, что они там наверняка должны продаваться, как сувениры. Просто у всех членов нашей команды из-за местных ветров слегка подмерзла голова. Кстати, упоминание о Териберке относится к 16 веку, как о поселении рыбопромышленников в самом селе на данный момент. Достаточно много заброшенных домов, что с одной стороны придает ему особую атмосферу, а с другой немного удручает. В тот день мы шапок не нашли, зато зашли в местный ресторан попробовать деликатесы морского ежа и гребешка. Хотели еще попробовать краба, но оказалось, что его вылог начинается только с 16 августа и заканчивается 31 декабря. Так что полакомиться им мы не смогли. Ну и, конечно же, покатались на местной достопримечательности, качелях, расположенных поблизости рядом с ресторанчиком. На другой конец земли на них, конечно, не улететь, но помечтать спокойно можно. Рядом же располагается еще одна местная достопримечательность – скелетка Шалота, использовавшийся ранее как реквизит в фильме «Левиафан». Недалеко от него можно посидеть в местной подводной лодке и почувствовать себя подводником. В итоге мы решили снять здесь домик. Уж очень захотелось пожить в таком месте и отдохнуть от ночевок в палатках. На самом деле, главным же аргументом в пользу такой смены жилья было то, что некоторые члены нашей команды начали заболевать. В палатке, конечно, это здорово, но никогда есть большая вероятность разболеться еще больше. Домик оказался, кстати, очень даже приятным. Закинув свои вещи в новое жилье, мы направились смотреть кладбище кораблей, находящееся неподалеку. Когда-то на них бороздили просторы местные жители. Оставили их здесь по одной простой причине – не знали, как утилизировать. Так и появилась эта достопримечательность Териберки. Ну и, конечно же, после мы направились смотреть местный заповедник. Сам заповедник, въезд на машине не так давно был запрещен, по причине уничтожения местной экосистемы, редких видов растений и разрушения почвы. Поэтому остановиться пришлось у шлагбаума и дальше идти на своих двоих. Первое, что мы сделали, так это пошли на скалистый пляж. Из-за сильного ветра было ощущение, что мы действительно попали на берег океана. И волны разбивались о берег тут явно не как на море. Дальше мы прошлись вдоль пляжа, называемого Яйцами Дракона. Получил он такое название из-за больших круглых валунов, долго обдачиваемых морской водой. Довольно необычное место. Оттуда, под той же дорожки, мы забрались на гору. На ней находится поклонный крест. Таких крестов тут немало. Мы долго размышляли, почему их ставят и к чему они вообще. Ответ оказался достаточно прост. Эти кресты ставят погибшим морякам. С горы открывается вид на местные просторы. Ну и конечно же, дико обдувает ветром. Ощущение, что очередной порыв вот-вот подхватит тебя и унесет куда-то далеко. Что, собственно, к нашему счастью не произошло. После, немного спустившись с горы, мы подошли к так называемому птичьему базару. Это дом чаек. Их тут очень много. Не знаю, как они живут, прямо на склоне скалы. Но выглядит так, как будто им там достаточно комфортно. Периодически сюда приходят орнитологи, которые наблюдают за чайками и гнездами. По полученным показателям, они получают информацию об уровне экологии в районе. Ну и конечно же, мы спустились посмотреть на водопад, падающий в Баренцево море. Называется он Батарейский. Название связано с расположенными в 400 метрах орудиями батареи береговой обороны. Водопад свое начало берет из находящегося рядом озера, Малая Батарейская. Сам он высотой около 9 метров. Полюбовавшись видами, мы решили не идти дальше и отправились обратно в наш домик. На следующий день, встав пораньше, мы решили узнать, что находится за краем всех дорог, недалеко от того места, где у нас была первая стоянка. Артем все же решился проехать там на машине, и у него получилось. Мы же оставшейся компанией решили не рисковать машиной и пройтись пешком. Пройдя по красивым дорожкам и пляжу, мы дошли до речки Орловка, которая впадает в Баренцево море. Немного посидев там и посозерцав, мы отправились обратно. Впереди нас ждала запланированная поездка на кораблике по морю. Если окажетесь когда-нибудь рядом с портом Териберки, не пожалейте денег на морскую прогулку. Она действительно того стоит. По времени занимает около двух часов. Помимо того, что можно посмотреть со стороны моря на те места, где еще недавно ходил пешком, так можно еще и порыбачить. И даже что-то поймать, если повезет. Лично нам очень повезло. За каких-то 30 минут мы наловили трески на пару плотных обедов. Думаю, это нам восполнилось за то, что в остальных местах мы практически вообще ничего не поймали. Нам не было нужно настолько рыбы, поэтому часть мы раздали уже на суше, желающим. А часть приготовили и отлично поужинали, наблюдая великолепнейший закат. Если честно, природа в Териберке и вокруг мне очень напомнила по картинке пейзажи Норвегии, в которую я уже очень давно хочу съездить. Но все никак. Местные красоты просто завораживают. Скалы, волны, камни, покрытые мхом, свежий морской воздух и бесконечный горизонт, уходящий куда-то туда, на другой край света. И вокруг только умиротворение и спокойствие. Это надо видеть, ощущать. Атмосфера не сравнится ни с чем. Особенно, если вы, как и я, никогда не были на берегах Норвегии. Путешествие – это не просто путешествие. Путешествие – это то, что формирует тебя. Столько новых и эмоций, и видов, как бы открытий, каких-то измышлений внутри себя, в общем-то. Море – это здорово. Море лучше, чем горы. Северный Ледовитый океан – это, конечно, прекрасно. В который раз впечатляюсь его мощью, когда брызги волны, бьющиеся об скалы, взлетают метров так на 15, наверное. Это, конечно, впечатляет. Ты видишь силу стихии и понимаешь, что ты довольно-таки маленький на фоне вот этого вот всего. Впечатления прям крайне положительные. Волны, ветер, красота. Чаечки там. Северный Ледовитый океан, вообще, как местные говорят, они не принимают за море, между прочим. Очень красиво, очень впечатляющая стихия именно в плане ветра, воды, вот скал, которые вот здесь существуют. Путешествие – это не путешествие между точками. Это то, что проходит человек, и то, что он видит то, что после этого он может тоже пройти. Очень все мы как-то устроили атмосферно, вот, очень душевно. Время, которое мы провели на Териберке, хоть было и непродолжительное, но, думаю, запомнится каждому из нашей компании на всю жизнь. Это было по-настоящему потрясающе. Отлично отдохнув, мы отправились дальше, на озеро Верхняя Перенга, которое мы еще заприметили по пути на север. Находится оно примерно в часе езды от Кандалакши, или трех часов езды от Мурманска. По пути нам повстречалось странное место для этих чистых прекрасных окрестностей. Не знаю точно, что это, но проезжая мимо него, создается ощущение, что попал в мир после апокалипсиса. В общей сложности, примерно через пять часов, мы доехали до точки, вбитой в навигаторе. Дорога к озеру не идеальная, но все же не такая сложная, как в Хибинах. Теоретически можно проехать и на легковушке. Собрав палатки и разведя костер, мы просто решили отдохнуть, любуясь природой здешних мест. С утра пошли пособирать грибы, но местные червяки оказались куда проворнее нас, и любой маломальский крупный гриб оказывался уже червивым. Поэтому нам пришлось собирать исключительно грибных малышей. Тем не менее, нам удалось набрать достаточное количество грибов для жарки. Пока мы занимались готовкой грибов, Артем с Максом решили покорить местное озеро на лодке, и заодно порыбачить. Но буквально через 30 минут начался небольшой дождик, и им пришлось вернуться. А грибочки к тому времени были уже почти готовы. Через какое-то время мы с Вадиком решили повторить заплыв на лодке и также попытать счастье в ловле рыбы. Поймать нам тоже ничего не удалось, поэтому мы отправились на берег принимать солнечные ванны. Я изначально очень хотел попасть именно на озера сейчас. Ну, то есть мы планировали на Белом море встать, вот, а потом я подумал, что мне хочется еще где-нибудь хотя бы разок порыбачить. На море неинтересно, вытягиваешь... Это треска. Опять три трески на этих... Ну, нет. Красиво. Спокойно. Порадовалось, что сегодня днем не было комаров, но потом ребята принесли какое-то бревно с комарами, вызвали какого-то монстра комаринового и принесли его сюда. Мы завалили гигантское бревно сухое, ну, гигантское сухое дерево завалили. Когда оно упало, на нас слетела целая стая этих тварей. Я бы сравнил сортовалу и вот эту стоянку. Я долго думал сегодня, где мне понравилось больше. И, наверное, все-таки я скажу, что здесь. Очень много здесь всего интересного. Во-первых, прекрасное озеро, вот, по которому мы плавали на лодке, ловили рыбу. И, как бы, закат вот этот вот, который заходил за эти холмы и создавал солнечную дорожку. В целом атмосфера здесь очень приятная. Вот, я вот, как бы, если спрашивать, вернулся бы или нет, я бы в это место еще раз вернулся с удовольствием. Стоянка, место просто великолепное. Оно явно кем-то уже обжито. Тут есть отличное построющее, как вы видите. Самодельный стол из камня, расположенного на бревнах. И самое главное, то, что ребята, которые здесь до этого были, стараются поддерживать то место, где они, по сути, сидят и отдыхают, в чистоте, что просто невероятно. Никто не проплывал ни на лодке, ни на моторке. Никто не проезжал мимо нас на машине. Мы вот прямо вот, вроде, казалось бы, недалеко съехали с дороги. А в итоге сами по себе никого нету в тишине и в спокойствии. Так что я очень доволен. Вчера, когда выезжали с Териберки, весь день меня, во-первых, клонило в сон, во-вторых, было четкое ощущение того, что мы сейчас возьмем и просто в Москву приедем. И это будет следующая остановка. Это было прямо ужасно. Но, в принципе, сюда приехали, расположились. Ребята в основном устали и пошли спать. А мы вот с Вадимом остались сидеть, слушать музыку, разговаривать. Было очень атмосферно. И, соответственно, даже вот эти мысли о том, что уже, к сожалению, надо ехать обратно, они ушли на второй план. И, в общем, стоянка просто шикарная. После очередной дневки мы отправились дальше в путь на Онежское озеро, недалеко от города Вытигра, на нашу предпоследнюю остановку перед возвращением домой, где по плану мы должны были встретиться с семьей Артема. Где-то на середине пути я стал замечать крайне неприятные вибрации в машине. Явно было что-то не так. Но к тому моменту я еще не до конца отошел от грейдеров Териберки и какое-то время думал, что просто отвык от езды по асфальту. Так мы доехали до Медвежегорска, где остановились зайти в магазин. Когда я вышел из машины, было ощущение, что меня прокрутили пару раз в тиралке на высоких оборотах. Поэтому мы решили с ребятами все же заехать на ближайшую эстакаду, чтобы посмотреть днище машины и возможные причины такого дребезжания. Оказалось, что промежуточный вал держался всего на трех шпильках, причем две из них были без гаек, а третья гайка была почти откручена. Закрутив все три оставшиеся шпильки, мы решили, что в целом на небольшой скорости так можно попробовать доехать до Омеги, а после и до дома. И поехали дальше. Но тут случилась следующая проблема. Начало пропадать электричество в машине. Сначала дворники стали еле-еле справляться с мелкой моросью, а потом и двигатель начал глохнуть. Мы остановились на обочине, попробовали снова завести машину и подождать, пока она хоть немного зарядится. Подумали, может аккумулятор надо подзарядить, но это не помогло. Никто из ребят не падал духом. Нам ничего не оставалось, кроме как позвонить отцу Артема и попросить нас буксировать до стоянки. Оставалось до нее всего минут 30 езды, что было на руку. Спустя какое-то время шниву уже тащили на тросе, а я сидел за рулем и немного офигевал от происходящего. И вот мы на месте. Уставшие от таких приключений почти сразу отправились спать. На следующий день стали разбираться, что случилось с машиной. Оказалось, накрылся генератор. Ну что ж, подумали мы и поехали с Артемом искать новый генератор в город Пудыш. Но и тут не обошлось без инцидентов. Мы встали в огромную пробку. Оказалось, что впереди пробки произошла авария. Где-то в кювете валялась фура и джип рыбаков. Зрелище страшное. Заставляет задуматься о безопасности вождения. Прождав примерно час, мы отправились дальше. В городе заехали в пару магазинчиков автотехники. Генератора ни у кого не было. Но все же нам повезло и в последнем магазине нам подсказали, где можно найти генератор на шниву. Мы купили его и поехали обратно. Отец Артема помог заменить генератор и машинка снова оказалась в строю. Дальше мы уже просто наслаждались отдыхом на стоянке. Кто-то купался. Кто-то занимался готовкой. А кто-то смотрел куда-то туда, за горизонт. Под вечер мы решили проверить работоспособность машины и прокатиться до горы Андомы. Так сказать, совместить приятное с полезным. С Андомы открывается потрясающий вид на Онежское озеро. Полюбовавшись им, мы отправились обратно в лагерь. Мы остановились на нашей последней стоянке. Недалеко от города Вытигра тут прекрасно. Онежское озеро. Красиво. Последний день нашей стоянки мы объединились с семьей Артема. Папа Артема приготовил нам стейки. Пас машину, на которой мы поедем на Москву. Без него бы мы навряд ли это смогли. Вчерашний день был потрясающий. Особенно конец этого дня. Потому что плотва начала отбрасывать копыта. А поездка получилась невероятной, конечно. У нас были и озера, и горы, и другие озера, и одно море, и другое море. И что только не было. Насыщенно. Я очень доволен. Вообще, в целом? Да, в целом. Ну, прикольно. У меня первый раз был такой грандиозный поход. Полевые условия. В большинстве своем. Приключения. Машина сломалась. Здорово, что починили. Я уже предвкушала завтрашнюю поездку на полусломанной машине. Как в старые добрые детские времена, когда у папы москвич ломался. Были свои минусики. У плюсиков было больше. Мы посетили огромное количество мест. Это был не просто обычный поход. Действительно, мы видели озера, мы видели горы. Я получил весь спектр эмоций и приключений. Вот этим мне это понравилось. Я очень-очень доволен. Я думал, я бы с удовольствием сходил в такой какой-нибудь поход еще раз. Я уже второй раз езжу в такую такого типа поездку. И если первая поездка мне очень понравилась, но там не было такого же спектра ощущений, как в этой. Они были разные, на удивление. Потому что первая поездка она мне понравилась. Все ее моменты. В этой поездке были некоторые моменты, которые немного были неприятны или сложны. Но при этом они во много раз перевешивались теми моментами, которые были просто прекрасны. Даже то, что мы видели за окном, как пока ехали от одного пункта стоянки к другому, оно было невероятно разнообразным. Эта поездка мне точно запомнится на всю оставшуюся жизнь. До новых серий наших путешествий. Снято! На следующий день нам предстоял путь домой. Туда мы уже доехали без каких-то особых приключений. Я хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в создании этого авторского фильма о путешествии на север России и отца Артема, который помог починить машину. Без него дорога до дома нам далась бы намного сложнее. Надеюсь, этот материал окажется кому-то полезным и вдохновит повторить наше путешествие. Хотя бы частично. Всем до новых встреч! Главное, не забывайте путешествовать!